Продолжение следует... 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 Мы поняли, что роботы, которых они разрабатывают, это какие-то немножко не те роботы, в которые мы планировали инвестировать, когда только думали о запуске Гришин Роботикс, когда мы только разбирались о том, что такое рынок и как он устроен. В то же время я говорила с какими-то людьми на рынке, и они тоже начали периодически замечать, что, ребят, вы инвестируете в каких-то ненастоящих роботов. Вроде компании у вас хорошие, продукты интересные, но что-то вот все это не то. И я все пыталась у них выяснить, а вот какие же роботы-то настоящие, то есть что вас не устраивает, что вот это вот не то. Ну, вполне понятно, ничего конкретного я от них добиться не могла. И в самом деле, если вы посмотрите на наш портфель проектов, то у вас может сложиться впечатление, что, как, во-первых, это все имеет отношение к робототехнике, что или вы что-то не понимаете, или у нас, как у инвесторов, какая-то каша в голове, ну или какое-то сочетание этих двух факторов. То есть, с одной стороны, мы проинвестировали в довольно традиционную роботехническую компанию, которая занимается разработкой роботов в телеприсутствии. Компания Double Robotics, ее продукт здесь изображен. Правда, большинство американских журналистов, когда пишут про продукт Дабла, они все равно употребляют конструкции вроде iPad на Сигвее, и тоже далеко не всегда употребляют вообще слово робот. В то же время мы проинвестировали в компанию PetNet, которая занимается разработкой автоматических кормушек для животных, удаленно управляемых. Мы проинвестировали в компанию Spire, которая занимается разработкой и запуском в космос наноспутников. Мы проинвестировали в компанию BoomBotics, которая занимается разработкой носимых аудиоустройств. Мы проинвестировали в компанию Arbotics, которая занимается разработкой умных игрушек. И в действительности на все это посмотреть, может сложиться впечатление, что это какой-то очень разношерстный набор компаний, и на первый взгляд в этом наборе не очевидна какая-то внятная инвестиционная стратегия, то есть какой-то внятный фокус, не до конца понятно, какое это все имеет отношение к робототехнике. Есть же вообще, должна же быть какая-то объединяющая тема все эти инвестиции, показывающая осмысленность наших действий. Одно из определений, с которыми я очень часто сталкивалась и продолжаю сталкиваться, оно довольно популярное, очень простое и, как мне кажется, довольно изящное. Оно звучит следующим образом. Я не знаю, что такое робот, но когда я его увижу, я его обязательно узнаю. Вот мне всегда очень нравилось это определение, я на него смотрела, смотрела, думала, думала, я еще не могла понять, что происходит. То есть, с одной стороны, есть некоторый бардак, никто не понимает, что такое робот, никто не может договориться об этом определении, а с другой стороны, причем это определение используют даже вполне себе маститые профессора в области робототехники, это как бы непростых людей на улице спрашивали. А как же тогда получается, что мы узнаем этого робота, когда мы его увидим? Я все искала ответ на этот вопрос, и этим ответом для меня оказалась научная фантастика. Ни для кого не секрет, что она оказывала, оказывает, и, я уверена, будет оказывать очень большое влияние на восприятие и на развитие очень многих технологических индустрий. Все вот эти книжки, телевизионные сериалы, голливудские блокбастеры, все, в общем-то, потребители робототехники, все профессиональные в будущем робототехники, они поглощают эту продукцию очень активно, с молодых ногтей, что называется. И когда я говорила со всеми этими людьми, я поняла, что да, черт возьми, это правда. У людей в голове есть очень четкое понимание, что такое робот, как он должен выглядеть и что он должен уметь. И этот робот должен выглядеть примерно так. Это человекоподобный робот, ну то есть то, что называется по-научному антропоморфный форм-фактор, у него есть ручки, ножки, у него, видимо, есть в голове какой-то искусственный интеллект, судя по тому, какой он умный в фильме «Трансформер» или даже в каких-нибудь старых «Звездных войнах». И он очень универсальный, то есть он умеет делать огромное количество задач, он может помогать человеку в решении самых разных стоящих перед ними проблем. И тут я поняла, и немногие робототехники в этом признаются, но некоторые, честно, действительно признаются, что они, видимо, дойдя до университета и потом занимаясь каким-то бизнесом в этой индустрии, они, похоже, занимаются реализацией своих детских мечтаний. Осознанно или неосознанно? Если перейти из фантастики в мир реальности, очень хороший пример — это робот Асима корпорации «Хонда». Я уверена, что он, как минимум, некоторые из вас не раз с ним сталкивались, видели какие-то картинки в интернете, может быть, смотрели очень веселые ролики на YouTube. Ну, он, в принципе, очень напоминает. Ну, конечно, не такой красивый, понятно, там голливудские дизайнеры не участвовали, но, в общем-то, по сути, он очень напоминает, на первый взгляд, робота с предыдущей картинки из наших научно-фантастических мечтаний. Он человекоподобный. Если посмотрите все эти видео, то он выполняет очень разные задачи. На каких-то роликах он играет в пинг-понг, здесь он пытается спускаться по лестнице, где-то он бежит, оббегая препятствия. То есть он, очевидно, очень универсален. И это такой, знаете, пост-эрбой робототехники. То есть там действительно используются очень интересные, очень сложные технологии. Как говорится, робототехники все мечтают или потрогать этого робота, или еще лучше поучаствовать в его разработке. Но есть несколько интересных фактов об этом роботе, о которых не все знают. Во-первых, его разработка заняла больше 30 лет. Естественно, она продолжается, но вот там от точки А до текущего состояния это несколько десятков лет. Он чрезвычайно тяжелый, около 50 килограмм, если я не ошибаюсь. При этом его энергоэффективность, эффективность его энергопотребления, она примерно в 10 раз хуже, чем у человека. Но это логично, если мы очень хотим делать человекоподобных роботов, сложно избежать искушения посравнивать этого робота с человеком. То есть несколько килограмм в нем весит батарейка, при этом его время автономной работы, оно немножко варьируется в зависимости от модели, но примерно составляет 1 час. Ну, то есть ничто, да, как бы. У нас телефоны работают сутки, нам этого не нравится, а здесь вообще час. Стоимость этого робота, сколько потратили на разработку, вообще даже не будем думать, это какие-то страшные цифры. Там стоимость при покупке составляет миллионы долларов, опять-таки, в зависимости от модификации. Стоимость аренды составляет сотни тысяч долларов. Что еще интереснее, и об этом совсем немногие знают, даже люди, которые интересуются робототехникой, внутри него нет никакого искусственного интеллекта. Надо понимать, что искусственного интеллекта сегодня вообще не существует и неизвестно, когда он появится. Внутри этого робота есть большое количество так называемых скриптов, то есть сценариев, которые в него заранее загружены, которые говорят этому роботу о том, что он должен делать, как он должен реагировать на потенциальные внештатные ситуации. И во время всех этих красивых публичных демонстраций, тут, к сожалению, не очень видно, там вот справа стоит мальчик, который со страхом смотрит на этого робота, за стенкой, за занавеской всегда есть команда техников из корпорации Honda, которые удаленно управляют этим роботом, сидят в куче ноутбуков, контроллеров и, в общем, говорят этому роботу, что делают, и следят, чтобы с ним, не дай бог, что не произошло с этим чудом за миллионы долларов. Что еще интереснее, разработка этого робота все годы велась и ведется из пиар-бюджета корпорации Honda. Не из R&D-бюджета, не из продакшн-бюджета. И нет никаких оснований считать, что в каком-то обозримом будущем этот робот перейдет в какой-то более коммерческий статус, перестанет быть просто пиар-проектом. И вот, когда я на все это смотрела, я внезапно начала, кажется, понимать, а почему революция в области персональной массовой робототехники так и не случилась. Ее, в общем-то, все ждали, ну, как минимум, там, середины, может быть, ближе к концу прошлого века. Опять-таки, волна была в том числе подогрета научной фантастикой. Там был такой культовый американский мультсериал «Джетсоны». Может быть, его даже кто-то в детстве смотрел. Там есть образ робота-гувернантки Рози. И, в общем, все СМИ тогда писали, что ну вот совсем скоро, еще лет 5-10, у нас у каждого дома будет робот-гувернантка, и жизнь наладится. Как мы хорошо знаем, ничего из этого не произошло. То есть у нас нет по-прежнему универсальных роботов-помощников. Ничего похожего нет у нас ни дома, ни в офисе, на улицах. Ну, в общем, не настало этого светлого будущего. И наблюдая за этими дорогими, тяжелыми, сложными, в общем-то, бесполезными роботами, ведь это, по сути, радиоуправляемая кукла за миллион долларов. Вот это вот чудо современной робототехники. Я поняла, почему этого не происходит. Когда я говорила с Рафаэла Де Андре, есть такой очень интересный и известный человек в области робототехники. Он профессор в университете ETH, и делает очень интересные работы в области дронов. Он также является сооснователем компании Kiva Systems, которая занимается автоматизацией и робототехникой для складских помещений. Несколько лет тому назад Kiva Systems была продана компанией Amazon, если не ошибаюсь, за 775 миллионов долларов. То есть Раф — это человек, который умеет не только говорить о робототехнике, он умеет не только строить классные, крутые технологические игрушки от роботов в рамках своих университетских кафедр, он умеет строить успешный бизнес от робототехники, который, может быть, не меняет жизнь совсем уж миллионов людей по всему миру, как хотелось бы, но как минимум он меняет к лучшему жизнь каких-то компаний и каких-то людей, которые работают внутри этих компаний. Я вот тоже как бы начала с ним об этом говорить, и он задался вопросом, а кто действительно решил, что вот этот вот человекоподобный форм-фактор, с ручками, с ножками, с каким-то якобы искусственным интеллектом, во многом навязанный научной фантастикой, кто решил, что этот форм-фактор является оптимальным или вообще хоть сколько-нибудь удачным для решения стоящих перед робототехникой задач и проблем, для решения задач и проблем, с которыми человек сталкивается каждый день, который робототехника вообще уже могла бы научиться помогать человеку решать. И честный, простой ответ, да непонятный, как бы никто и никогда и рационального ответа на этот вопрос нет. В то же время очевидно, что революция происходит, очевидно, что массовая робототехника случается, но проблема в том, что мы этого практически не видим и не замечаем, и, возможно, не увидим и не заметим еще очень долго, потому что у нас как бы такие шоры на глазах, у нас есть четкий стереотип в голове, на подкорке сознания, мы можем этого даже не осознавать, о том, что вот робот должен примерно так выглядеть, должен примерно что-то вот это уметь и так далее, и должен как-то с вами взаимодействовать. Но по факту происходит революция не роботикс, то есть не робототехники и не отдельных роботов, которые вы могли бы, я не знаю, зайти в бестбайлевом виде, увидеть там вот какого-то такого универсального помощника на полке, у него на ценнике было написано, что это робот, и вы бы там за несколько сотен, ну, за несколько тысяч долларов могли бы его купить, принести себе домой, как бы наслаждаться. Этого не происходит, и я думаю, что не скоро произойдет, если вообще когда-либо произойдет. Тема для отдельной беседы, нужно ли вообще это кому бы то ни было, вот эта вот отдельная универсальная конструкция, которая там ездит вокруг тебя по дому, но происходит революция роботик. То есть революция, когда вот этот вот роботик, как прилагательное, становится характеристикой и функцией огромного количества вещей вокруг нас. И наверняка самые догадливые из вас уже поняли, к чему я веду, потому что как только мы начинаем думать и смотреть на робототехнику, особенно массовую персональную робототехнику под таким углом, мы сразу же наталкиваемся на большое количество других популярных сегодня феноменов, таких как интернет-вещей, таких как wearables на символы устройства, connected devices, подключенные к интернету устройства, и еще довольно большое количество buzzwords, про которые там каждый день в захлеб пишут все мировые технологические СМИ. Для меня в этом нет никакого противоречия, потому что я уверена, что на самом деле все вот эти понятия, все эти явления, это часть одной большой технологической новой волны, у которой есть совершенно понятный, четкий, конкретный общий фундамент, это фундамент сенсорный. За счет интеграции сенсоров, датчиков, в огромное количество предметов вокруг нас, в огромное, мы сенсоры начинаем носить на себе, то есть это вот фитнес-трекеры, это умные часы, это разнообразные другие публикушки, которые мы как бы покупаем, радостно на себя нацепляем. Это также сенсоры внутри нас, потому что, например, есть очень интересная тема нанороботов, так называемые, то есть это очень мелкие конструкции, которые запускаются в кровь человека с целью более эффективной доставки лекарств в пораженные участки тены или с целью более эффективного сбора данных, болезни, которые протекают внутри организма человека. И за счет этой повсеместной интеграции сенсоров во все, что движется и не движется, за счет которых предметы, люди, что угодно, могут собирать данные, могут подключаться к интернету, могут принимать более-менее независимые решения, и они могут общаться друг с другом. За счет этого предметы, которые были глупыми или не очень умными, они становятся умными, они становятся роботами по факту. Мы этого не понимаем, опять-таки, и не замечаем, потому что нет ручек, нет ножек, не похожи на образы из научной фантастики, там очень часто эти предметы умные, они вообще не двигаются и не выполняют никаких физических задач. Но это не значит, что эта революция не происходит. Были не очень умные машины, там сегодня они становятся умнее, там завтра, послезавтра это будут полностью машины-роботы. Были термостаты, которые были страшненькими, не очень умными, а стали умными и красивыми. И были какие-нибудь электрические лампочки, которые умели только включаться и выключаться и периодически перегорали, а сейчас ими можно управлять удаленно, их можно программировать, они автоматически меняют цвета, там в зависимости от вашего настроения и так далее. И когда я на все это смотрю, и когда кто-то пытается меня спросить, а как же оценить объем этого рынка, да, там темпы роста, ну вот это все, чем так любят заниматься аналитики, я говорю, я вам не оценю. Если кто-то вам попытается его оценить, то одно из двух, или этот человек не очень умный, или он, возможно, хочет вас обмануть. Ведь если вспомнить, еще остались какие-то опросы и исследования из 50-х, 60-х годов прошлого века, когда людей на улице, когда даже экспертов из больших компаний спрашивали о том, что же такое персональные компьютеры, да, как они изменят нашу жизнь, да, что они смогут уметь. Ну, очень смешно читать результаты этих опросов и исследований, ну, потому что никто никогда, тогда еще никто ничего не мог себе представить. И с этим рынком, как бы, он сейчас находится в очень похожей ситуации. Но в то же время, когда мне задают этот вопрос, то, что я всегда вспоминаю, это слова Марка Андрисона, одного из самых успешных и интересных инвесторов в Кремниевой долине, который в 2008, кажется, году опубликовал колонку Wall Street Journal, которая сейчас уже стала легендарной, а заголовок этой колонки стал крылатым. Он сказал, что software eats the world. То есть программное обеспечение и интернет последовательно и необратимо меняют облик всех вообще индустрий и областей человеческой деятельности на планете, на земном шаре, будь то финансы, медицина, транспорт, что угодно. И когда я про это вспоминаю, я совершенно четко понимаю, что sensors are eating the world, потому что эти маленькие датчики могут быть интегрированы во все, что угодно, они могут быть применимы в любой индустрии. И когда я смотрю на рынок, который, в общем-то, может изменить всю планету, мне очень сложно оценить, каковы масштабы этого рынка в цифрах. Итак, мы говорили немножко о том, что такое робот. Мы набрели на некое понимание того, что вот сейчас, кажется, происходит большая новая технологическая волна. И когда мы говорим об этой новой технологической волне, мы очень любим ее сравнивать и анализировать с предыдущими большими технологическими волнами. То есть плюс-минус зависимости от возраста, но, в общем-то, человечество за последнее время пережило, и вы наверняка столкнулись со многими из этих революций, революцию в области персональных компьютеров, в области интернета, в области смартфонов, если назвать как минимум несколько. Нам очень нравится сравнивать, как вот эти рынки развивались, были ли там какие-то аналогии, можем ли мы извлечь для себя какие-то уроки. И мы действительно нашли для себя несколько интересных сравнений. Если посмотреть на рынок компьютеров, то несколько десятков лет тому назад у нас были мейнфреймы. Чрезвычайно крутые для своего времени устройства, но большие, сложные, тяжелые, уродливые, чрезвычайно дорогие, очень часто не очень производительные по тем временам. И, что самое главное, они были доступны очень небольшому количеству людей. То есть большим корпорациям, университетам, ну, понятно, там, правительствам и военным. Прошло какое-то время, и, как мы сами прекрасно знаем, комбинация большого числа рыночных и технологических трендов привели к тому, что у нас сегодня есть сами персональные компьютеры, в общем-то, легкие, мощные, производительные, многофункциональные, которые, в принципе, доступны каждому. То же самое произошло с телефонами. Да, вот были какие-то устройства, которые сегодня уже днем со днем не найдешь, которые там умели только звонить. Прошло какое-то время, слово «комбинация трендов», определенное развитие, и у нас появились смартфоны. Снова легкие, мощные, многофункциональные, в общем-то, доступные каждому. И чем больше мы присматривались и продолжаем смотреть на рынок робототехники, вот под тем углом, о котором мы говорили, нам становится понятно, что похожий тренд сейчас происходит на этом рынке. Уже много лет существовало и продолжает развиваться индустриальная робототехника, военная, немножко медицинская робототехника. Все это обычно очень большие, сложные, дорогие устройства, тяжелые в обращении и управлении, которые доступны очень ограниченному числу людей, тем же большим корпорациям, университетам, правительствам и военным. В силу тех причин, о которых мы поговорили, и о тех причинах, о которых мы еще поговорим, робототехника массово не изменила нашу жизнь. Она остается вот в основном где-то там, в рамках университетских лабораторий или больших заводов. А сейчас эта ситуация начинает меняться. И сейчас это уже стало неким таким общим местом, но еще недавно у нас постоянно спрашивали журналисты, в принципе, люди постоянно спрашивали, знаете, вот как было в свое время с бумом доткомов. То есть вот в районе там конца 90-х, начала 2000-х, все рухнуло, все очень сильно обожглись, кто-то вообще закрыл для себя тему интернет-индустрии на всю оставшуюся жизнь, кто-то, как Джефф Безос, вернулся и сделал Амазон. Но, в принципе, люди, которые сильно обожглись и не вернулись на этот рынок, они сделали ошибку. Но что интересно, вот если почитать какие-нибудь книжки, статьи, вообще какие-то воспоминания об этом кризисе доткомов, вас удивит, что фундаментально люди-то были правы. Все эти смешные pets.com и доставка товаров на дом, вот все, что тогда, как говорится, сначала взлетело до небес на бирже, а потом с грохотом упало вниз, мы со всем этим сегодня живем, еще в три раза больше и в четыре раза лучше. Основное, с чем люди обошлись, они немножко обошлись с таймингом. Есть прекрасное высказание, если не ошибаюсь, Гибсона о том, что человечество склонно очень сильно переоценивать масштаб изменений в краткосрочной перспективе и очень сильно недооценивать его в долгосрочной перспективе. И это, в общем-то, то, что происходит с человечеством регулярно. То есть все случилось с рынком интернета, просто люди, как всегда, ожидали это намного быстрее, чем оно по факту произошло. Зато каким на самом деле большим станет интернет, люди так и не поняли. То есть они не смогли сделать этот более долгосрочный прогноз, многие тогда. И точно так же люди нас спрашивали, а откуда вы знаете, что это не какой-нибудь очередной кризис доткомов, что вот эта вот индустрия, она сейчас действительно случится, а не будет какого-то там большого хайпа, мода, а потом все опять упадет вниз. И мы очень любили и любим отвечать на этот вопрос и сравнивать его с тем, как нам кажется, кризисом доткомов от робототехники, который как раз был в 60-70-х годах прошлого века, когда все вот ждали, что сейчас у нас появятся роботы-гувернантки. Есть несколько важных фундаментальных причин, почему эта революция отличается от той ожидаемой революции. Первое – это комплекс причин, связанных с производством. Массовое производство, как мы помним, то, что Генри Форд сделал с автомобилями, вообще очень крутая штука, мы сейчас не будем говорить о ее негативных сторонах. И массовое производство продолжает приносить свои положительные плоды. То есть, с одной стороны, есть закон Мура, который тоже очень сильно помогает, а с другой стороны, массовое производство смартфонов, ноутбуков, персональных компьютеров, вообще любой потребительской электроники, она привела к очень быстрому и радикальному снижению стоимости на многие важнейшие компоненты. Это экраны, это процессоры, это акселерометр, это гироскоп, это батарейки. Ну, батарейки немножко меньшей степени, потому что там химия, там не работает закон Мура, там, к сожалению, прогресс идет не настолько быстрыми темпами. Но, тем не менее. То есть, те вот камеры какие-нибудь, которые в 90-х годах стоили десятки долларов, которые было довольно-таки трудно порой достать, и которые часто были не очень хорошего качества, сегодня ты приезжаешь в какой-нибудь китайский Шэньчжин, и там вот такой огромный рынок, как две Москвы, развалы, в общем, выбирая не хочу, как бы прекрасного качества, и стоят это все центы, ну, десятки центов. То есть, все вот эти компоненты, которые используются для других устройств, сегодня активно используются новым поколением потребителей от робототехники, новым поколением, прошу прощения, новым поколением предпринимателей, которые делают стартапы в сфере персональной робототехники, которые делают, разрабатывают новые умные гаджеты. То есть, то, что называется off-the-shelf компонент, это не что-то специально разработанное, а что-то просто готовое, взятое с полки. И вторая связанная с этим вещь, это вообще упрощение доступа к производству. Если кто-то из вас читал книжку Криса Андерсона, бывшего главрида Вайрода американского, который сейчас является гид-директором компании Фредди Работикс, она занимается разработкой дронов, там одна из успешных и заметных компаний на этом рынке, он написал, кажется, пару лет, может быть, книжку, которая называется Мейкерс Революшн. Мейкерс Революции, мы еще сегодня с вами поговорим. И он там приводит воспоминания, как жили его отец, как жили его дед, они были изобретателями, чего-то придумывали, какие-то новые устройства, какие-то усовершенствования, что-то пытались патентовать. Практически невозможно было это произвести обычному человеку и тем более вывести это на рынок. То есть, мало кто мог себе позволить построить фабрику с нуля, это было доступно только большим корпорациям. Понятно, что фабрики, в общем-то, не хотели иметь дело, с кем попало, но какой-то сумасшедший изобретатель, кто вообще знает, что это, можно ли это изготовить, будет ли на это какой-то рыночный спрос. То есть, максимум, ты мог или положить это в стол, или кому-то лицензировать, получая скудную роялти, и в общем, забыть о светлом будущем своего продукта, по крайней мере, имеющем к тебе какое-то отношение. А сегодня малосерийное производство в развитых странах и массовое производство в развивающихся странах, ну, в принципе, кто угодно может при небольшом относительно стартовом капитале поехать в Китай и изготовить 3000 штук, ну, более-менее чего угодно. Китай, как известно, страна, которая может, правда, мне кажется, произойти все, что угодно на планете. Второй тренд – это 3D-печать. Действительно, вот массовая революция 3D-печати, о которой так много, там, пару лет назад говорил Брэп Эйтис, бывший гендиректор Майкер-бота, ее не произошло. Как вы, я думаю, сами хорошо знаете, у нас у каждого на столе не появились 3D-принтеры, с помощью которых мы выпечатали одежду, еду, мебель и еще черт знает что. Но вместе с тем, невероятных масштабов демократизации 3D-печати, она все равно произошла. То есть мы снова-снова видим этот тренд демократизации, то есть что-то было доступно очень небольшому числу людей, было очень дорого, а стало сильно проще, дешевле и доступнее. То есть 3D-печатью в основном пользовались производители автомобилей, производители компонентов для автомобилей, какие-нибудь разработчики космических ракет. Ну а сегодня, в принципе, любой хакер при желании может себе за тысячу, за две. Сейчас уже стоимость падения и скорость падения стоимости 3D-принтеров, она очень велика, за 200-300 долларов уже какие-то модели выходят на рынок. Ты ставишь себе ее на стол и, в общем-то, изготавливаешь что угодно. Любой прототип любого робота, который тебе только может прийти в голову. Даром, что 3D-принтер, они чрезвычайно быстро учатся работать с новыми материалами. Если раньше только это были какие-то специальные типы пластика, то там уже пошел на металл и дерево, и уже как бы что только не пошло. Если даже не хочется или нет возможности покупать домой, во всем мире, и России не исключение, есть тренд, который называется «хакспейс», так называемый. Вот в Москве не так давно открылись фаблабы первые. Это некое общественное пространство, в котором за небольшую денежку ты можешь получить доступ ко всему этому оборудованию, которое уже стоит, которое уже установлено, и там опять-таки можешь какие-то материалы добавить и изготовить любой прототип. То, что еще даже 5 лет тому назад в этом масштабе было невозможно себе представить. Следующий важный тренд – это краудфандинг. Он, вот если вспомнить вообще истоки Кремниевой долины, то есть несчастную, которую начали называть силиконовой, она же с Кремния начиналась. То есть она начиналась с разработки процессоров, она начиналась с разработки аппаратного обеспечения, конкретного хардвера по заказу правительства и военки. А потом как-то все немножко про это забыли, и, в общем, все более-менее переключились на софт. И когда, опять-таки, мы говорили с инвесторами, мы говорили с предпринимателями несколько лет тому назад, вот до еще запуска фонда, мы поняли, что вот инвестиционный климат для людей даже в Кремниевой долине, казалось бы, одно из самых инновационных мест на планете, инвест-климат для предпринимателей, которые пытались сделать не очередной веб-сервис, а что-то вот физическое, да, какой-то гаджет. Он был отвратительный, да. То есть венчурные инвесторы, которые, ну, само слово венчур предполагает, что они высокорискованные ребята, да, и они готовы вкладываться в какие-то разработки, в которые не готовы инвестировать, там, другие участники финансовых рынков. Они просто как бы, ну, по справедливости тогда еще считали, что такие компании намного дороже делают, намного дольше, намного сложнее, намного рискованнее и так далее. Ну, плюс они еще плохо понимали этот рынок, откровенно говоря. Но комбинация всех этих факторов приводила к тому, что предприниматель не мог получить денег, а инвестор, желая сократить свои риски, хотел увидеть, ну, какой-то хотя бы работающий прототип, ну, хоть что-то, да, не просто там скетч на бумажке. Он хотел видеть какое-то подтверждение рыночного спроса. Как ты что-то получишь без денег от инвестора? И круг замыкался. А крутфандинг помог разорвать этот некий замкнутый круг. С одной стороны, как известно, он позволяет получить средство на доработку идей, и он также позволяет получить хотя бы в первом приближении какое-то подтверждение рыночного спроса. То есть это как бы факт. Человек, который сегодня сделал успешную крутфандинговую компанию для своего гаджета, действительно успешно, там не 100-200 тысяч долларов, да, то есть планка она растет, там уже миллионы выше, он возвращается на застол переговора с инвестором уже с совершенно другой переговорной позицией. И еще один немаловажный фактор, очень хороший, которому способствовал крутфандинг, это вообще повышение эверноса, да, то есть повышение осведомленности самых разных аудиторий о том, что, черт возьми, что-то происходит, да, то есть hardware revolution, вот она случается, да, то есть первая компания часов Pebble, да, первая там компания игровой консоли Uia, компания Oculus Rift, да, который через короткие сроки был куплен Facebook за 2 миллиарда долларов, это все помогло вообще, в принципе, привлечь внимание общественности, что что-то происходит очень интересное, за пределами традиционного веба, на котором все так сконцентрировались. Последний тренд, о котором хочется сказать, он такой больше философский, да, наверное, нежели бизнес и технологический. Я уже упоминала сегодня слова makers и makers revolution. Вот был какой-то период стандартизации, да, то есть большие корпорации, которые там научились штамповать одинаковые там джинсы или одинаковую Coca-Cola, там, десятками, сотнями миллионов штук, и мы все такие, как бы, прекрасные, глобализованные, одинаковые, как бы, едешь в другую страну, там, тот же Starbucks, тот же McDonald's, ты вообще не понимаешь, зачем уезжал, там, с тем же успехом мог бы дома оставаться, да. Это там позитивный в чем-то, позитивный в чем-то плохой тренд, он длился какое-то время, много чего принес там с точки зрения экономики, еще чего-то. Потом люди начали от этого уставать, да, то есть настал некий период кастомизации так называемой, то есть люди даже от больших корпораций стали требовать, ну, какого-то индивидуального сервиса или там то же самое, но с перламутровыми пуговицами, да, хотелось чего-то более индивидуального. А потом настал какой-то следующий, наверное, этап, более глубинный, он нашей стране тоже знаком, он был, был такой период там в советское время довольно долго, да, то есть когда там высаживался, там, первый человек в космос, да, там, Геннеди высаживал человека на Луну и так далее, там, Гранин писал книжки про ученых, снималось большое количество фильмов, в общем, наука, это было модно. И, в принципе, научный прогресс, и был тренд всех этих самоделкинов, там, безумных или не очень изобретателей, это было нормально, что-то изобретать, что-то делать своими руками, ну, или просто, черт возьми, там, быть в состоянии самому раковину у себя дома починить. Потом это все ушло. А оно ушло и в Америке тоже, в принципе, там, со смертью Кеннеди и Питера Тиль, как бы вот в своей книжке, если кто-то уже читал, Zero to One, прекрасная книжка, он как раз тоже об этом говорит, о том, вот, как все сильно вот упало после высадки человека на Луну, как наука перестала быть модной, и, в общем, все стали какими-то страшными пессимистами. Но наметились какие-то первые вот признаки сдвига этой ситуации, когда люди внезапно поняли, и это было бы невозможно без всех вот этих вот тех технологических трендов, о которых мы поговорили, которые просто очень сильно снизили барьеры для входа, для того, чтобы что-то вот сделать из железа своими руками. Люди начали вспоминать, как это здорово-то оказывается. Не обязательно что-то купить в магазине, а можно самому что-то сделать. Можно попытаться разобрать пять будильников, собрать из них электрическую собачку, если получится, потом продать ее соседу. И начали как бы снова появляться какие-то фестивали, которые там называются Maker's Fair, то есть что-то, вот то, что называется английским словом Tinker, то есть с чем-то играться своими руками и что-то создавать новое самому, это снова стало как бы входить в моду, и люди снова начали получать от этого удовольствие. И это тоже в немалой степени способствовало вообще возрождению интереса к тому, чтобы обычные люди, небольшие компании пытались создавать какие-то физические предметы своими руками. Главный вывод, который нужно сделать из всех этих трендов, из всех этих драйверов, никогда еще барьеры на вход для стартапов, для начинающих предпринимателей на этот рынок не были такими низкими. Конечно, все относительно, но никогда еще не было сделать свой стартап, который будет делать роботов, умное железо, любой физический продукт, никогда еще это нельзя было сделать так, в общем-то, быстро, просто и дешево. И это потрясающе, потому что, опять-таки, если посмотреть на опыт предыдущих технологических волн, что самое интересное происходит тогда, когда рынок становится доступным большому количеству энтузиастов, то есть и в Джобс, и в Возник, которые имели возможность в каком-то своем местном клубе взять этот компьютер и поиграться с ним в гараже. То есть, когда возможность генерировать инновации появляется у миллионов людей по всему миру. Естественно, огромное количество идей и компаний проваливается, мы знаем, что success rate средних стартапов, он пугающе мал, ну, понятно, что работает из всех неких масштабов, неких больших чисел, люди проверяют огромное количество идей, из этих идей просто в силу того, что их больше появляется, больше успешных продуктов, эти компании покупаются, и так вот эта новая инфраструктура, новая рыночная экосистема, она вот таким образом заводится, которая очень сильно сделана только с помощью двух-трех, как говорится, таких уже, скорее всего, немножко закосненных, больших корпораций. Пора закругляться. И последняя часть моя, она о том, о некоторых принципах того, как же создать успешный бизнес, да, вот как же капитализироваться, если можно так выразиться, на этой новой большой технологической волне. Это отдельная, огромная тема, я по ней читаю полуторачасовые мастер-классы, и этого времени не хватает, но я как бы понимаю, видимо, примерно, какая здесь собралась аудитория, как, в общем, ну, как бы Creative Mornings, традиционная история про людей креативных, там, про дизайнеров, как бы про арт людей, в широком смысле этого слова, я решила сконцентрироваться вот на тех успехах создания успешных продуктов и успешных компаний, где, как мне кажется, вот именно люди такого типа, как вы, такого склада, как вы, можете лучше всего себя проявить, да, и лучше всего показать себя, если вы, там, пойдете работать в какую-нибудь компанию, которую, там, делают предприниматели в сфере робототехники, или просто пойдете помогать другу, который занимается разработкой умного железа. И это по совместительству одни из самых вот больших фундаментальных проблем, которые я вижу вот как бы у всех предпринимателей, у большинства предпринимателей, у большинства стартапов, с которыми я общаюсь, независимо от того, в Америке это происходит или в России. Первое. Наверняка большинство из вас знакомы с уже чрезвычайно заезженной методологией, которая называется Lean Startup. Эрик Руайес, Стивен Бланк, в общем, сделали из этого как бы нереальный какой-то уже медийный, как мне кажется, бренд. Эта методология активно используется в веб-проектах, но легко понять, никому не приходило в голову, что она может быть применима и для разработки, как бы, гаджетов, да, для разработки физических устройств. Ведь если упростить методологию Lean Startup, это про что, да? Идентифицируем некий pain point, да, у пользователя, пытаемся найти проблему, которую мы пытаемся решить, быстро собираем какой-то там страшненький прототип, даем этому пользователю потестировать, получаем фидбэк, и вот чем больше таких итераций, чем они быстрее, тем лучше, да? Я вот сейчас упрощаю. Но есть два момента. Первый. Как мы уже говорили, раньше это все было невозможно, потому что ты не мог сделать быстро прототип, ты не мог сделать его дешево, ну, как бы, технологические возможности не позволяли это применить. В то же время есть проблема, связанная с традиционным образом мышления многих робототехников и многих людей, вообще, разрабатывающих какие-то физические устройства, потому что истоки этой индустрии, и в Америке, и во многих других странах, они лежат в военном финансировании. А мы с вами понимаем, что военный заказчик и заказчик вроде нас с вами, который идет в NVIDIA покупать iPhone, это немножко разные заказчики, да? И традиционно, как мы просто поняли, разговаривая со многими роботехническими компаниями, там люди привыкли делать долго, дорого и богато. И поскольку контракт уже все равно подписан, как бы, люди мало волновались о том, как выглядит этот продукт, насколько он там хорошо в конце работает, ну, как-то соответствует спецификации, ну, и бог бы с ним. Но мы же понимаем, что, ну, невозможно так разрабатывать продукты для современного рынка потребительской электроники, да? Ты не можешь потратить миллионы долларов и три года для того, чтобы выпустить на рынок продукт, чтобы просто выяснить, что он вообще никому не нужен. Или что, пока ты там ковырялся в гараже, мир уже ушел далеко вперед. И есть еще одна проблема. Робот — это очень круто. Да, вот наверняка, ну, хотя бы некоторые из людей, которые сегодня пришли это послушать, они же, ну, как вот увидели тему робот, ну, круто же, да? Опять-таки все смотрели эти голливудские фильмы. В общем, это вызывает некий вау-эффект. К сожалению, это действительно очень захватывающая индустрия. Этот вау-эффект, он в большинстве робототехниках присутствует в очень ярко выраженной степени. Поэтому, когда они умеют разрабатывать роботов, потом пытаются делать бизнес, они искренне верят, что их продукт купят только потому, что это же такой классный робот. Он же так много умеет делать. У него же есть какие-нибудь пять степеней свободы. У него есть внутри какие-то замечательные сенсоры. Ну, помимо, как бы, ну, в общем-то, узкой тусовки early adopters, да, ну, мало, как бы, никто не купит робота только потому, что это робот. Но вот эта вот проблема восприятия, чрезвычайной увлеченности технологической стороной дела, она присутствует. Это, на самом деле, нормально, потому что такие этапы развития прошли все рынки, да. Но если вспомнить, залью, развитие интернета, ну, с чего люди начали? С какого-нибудь протокола передачи данных, который позволял им передавать трибиты из соседней комнаты, там, я не знаю, куда-нибудь соседнее здание. Ну, как бы, не была технология, но не было каких-то понятных сценариев использования. Ну, как бы, это некоторые болезни роста, которые там люди прошли. Тема, которая за всем этим стоит, отсутствие фокуса на потребителе, отсутствие фокуса на проблеме, которую нужно решить, да. И это то, что, вообще говоря, дизайнеры, а я говорю дизайн в очень широком смысле этого слова, это user experience, это очень тесно как бы перемешивается с маркетингом, да, поэтому, что маркетинг, мы не про рекламу говорим, упаси Господь, а про маркетинг, когда потребитель стоит, как бы, в центре существования, смысла существования вашей компании. Вот этого майндсет очень не хватает огромного количества предпринимателей в сфере робототехников. И его очень сложно добавить потом, если его нет в компании со дня основания. Очень многие считают, ну, ладно, ну, сейчас я сделаю стажника, а потом я позову студента-стажера друга из Британки, и он мне все сделает красиво. Ну, нет, так это не работает, да, потому что это опыт взаимодействия с пользователем, это же не только там внешний вид вашего сайта, или там, я не знаю, цвет кнопочек на вашем устройстве, хотя это, безусловно, все тоже очень важно. Вот понимание, что теперь Lean Startup это и про железные стартапы тоже, и что нельзя построить бизнес просто продавая прикольных роботов, да, не решая конкретных проблем потребителей, мне кажется, это вот то, что люди такие, как вы, у которых, я думаю, есть этот тип мышления, могут помочь принести это в компании в сфере робототехники. Второй очень важный, но короткий месседж. Есть у нас, к сожалению, на их счастье корпорация Apple. К ее дизайн решения можно относиться по-разному, да, вот я их не люблю, я там пользуюсь Samsung, но, тем не менее, это некая планка, которая теперь существует вообще для мирового рынка потребительской электроники. И, как показывает практика, потребитель не готов принимать системно что-либо худшее. Его не волнует, что вы не корпорация Apple, у вас нет 130 миллиардов кэша на счетах, которые непонятно куда девать, да, вы два студента, которые собрали 100 тысяч долларов на Kickstarter и чего-то там собрали за выходные в гараже. Они хотят от взаимодействия с вашим роботом, с вашим суммным гаджетом, с любым электронным физическим устройством получать, ну, не меньший уровень удовольствия или какой-то базовый уровень качества юзер-эксперенса, который они привыкли получать от компании Apple. И вам придется решать эту проблему, в том числе вам, господа, как говорится, дизайнеры и вообще любые предприниматели, как создавать технику уровня Apple, не будучи, как бы, компанией Apple, не обладая никакими ее ресурсами. Особенно важно все, что связано с дизайном, с юзер-эксперенсом для wearables, да, для носимых устройств. Прекрасный пример – это Google Glass, теперь уже немножко печально известный. Кто-то из вас наверняка тестировал это устройство, да, отвратительно, не знаю, как вам. Если вы даже там в Сан-Франциско пытались выйти с этим устройством на улице, да, ну, как бы, ну, астыкали пальцем, да, были неприятные случаи, когда людям, как говорится, ну, били, когда их били в барах и в ресторанах, когда они заходили в Сан-Франциско, потому что не понимали, вот что это за мажор зашел и вообще, чего он тут записывает с помощью своего Google Glass. А три очень важные вещи нужно понимать, когда вы разрабатываете любые видимые устройства, такие как умные часы, такие как фитнес-трекеры, что угодно. Первую очередь – это фэшн-стейтмент. Никто не будет на себя нацеплять ничего. Вот я купила часы пебл, я не ношу больше часы пебл, я все-таки девочка, да, хоть и гик. Ну, такие они страшные, да, вот называю вещи своими именами. Ну, там несопоставимы с дизайном того же Apple Watch. И когда вы разработаете что-либо, что вот пользователи используют видимое для других, вы должны думать о том, какой фэшн-стейтмент, да, вот он будет делать с помощью этого продукта. Функционала в принципе недостаточно, а в этом случае функционала недостаточно вдвойне. Что, как бы, дополнительно было неприятно в случае с Google Glass, они еще помимо фэшн-стейтмента, им нужно было решить проблему с изменением, как бы, поведения самого пользователя, да, то есть это какая-то новая конструкция на глазу, да, с которой нужно взаимодействовать. И что еще хуже, им приходилось пытаться менять модели социального взаимодействия, да, с людьми вокруг вас. И как мы все понимаем, они как бы в этом, ну, пока что более-менее провалились. Очень интересно посмотреть, какой будет новая версия Google Glass, которую сейчас делает Тони Фадел, который, в общем-то, показал на примере Неста, что он умеет делать дизайн. Причем Google-то понимал, да, что вот это важно, да, вот это вот, как бы, они делали все эти показы с Дианой фон Фюрстенберг, да, вот эта обложка Vogue, все эти модели в Google Glass, но не хватило, да, не получилось. Отдельная тема, которая близка лично очень мне, которая, мне кажется, говорят недостаточная, мне кажется, очень круто, что вот я рассказываю про то, какие прекрасные технологии, а вам будут дарить книжки про то, какие плохие технологии. Мне кажется, это очень здорово, когда есть вот эти две точки зрения. Это проблема Information Overload. Вот я себя так чувствую каждый день, каждую секунду, я думаю, что большинство из присутствующих в этом зале могут со мной согласиться. К сожалению, большинство этих умных гаджетов, большинство этих попыток встроить сенсоры во все, что движется и не движется, это умножает сущности в моей жизни, это не делает мою жизнь легче, проще или сколько-нибудь сноснее. Это отдельная конструкция, которую нужно заряжать, за которую нужно следить, и которая, ужас, пытается мне добавить еще 15 новых нотификационов, как бы свистков из какого-то нового угла, как будто мне существующих гаджетов недостаточно. К сожалению, я не рассчитываю на технологии, которых я нежно люблю. Они очень любят, как я уже сказала, технологии ради технологии и прогресс ради прогресса. Я думаю, что именно вы должны и можете подумать о том, как все-таки эти технологии, ну это звучит очень пошло, но тем не менее они будут делать нашу жизнь лучше и как-то сноснее и приятнее. Как не увеличить клатор в моей голове и в моей жизни, а как его уменьшить, да, то есть как вот снизить этот уровень энтропии. И это то, что вот этим совсем вообще мало кто занимается. Если я увижу компанию, которая вот, у нее есть это в голове, которая хотела бы какую-то попытку делать, разработать такое, но я просто вот как бы, где мне подписаться на контракт, чтобы такую компанию проинвестировать. Есть замечательный сайт, я надеюсь, что вы можете прочитать этот текст. Сайт называется whatthefuckismyverablestrategy.com. Очень советую его на досуге поизучать. Это некий такой полу-юмористический сборник дебильных, называя вещи своими именами, идей, куда еще можно встроить сенсоры и что произойдет. Это там вот какие-то наушники, которые будут мигать, когда у меня заканчивается молоко. То есть это, конечно, некто, ну, это сильно утрировано, но тем не менее, вот если вы вообще следите, может быть, за какими-то железными компаниями на Kickstarter, на Indiegogo, слушайте, ну какой-то как-либо матье люди не придумывают, да, то есть что-то дополнительно мигает, что-то дополнительно кого-то информирует, непонятно, как, еще раз, мы снова возвращаемся, какую проблему-то люди решают. Вот сейчас на этой волне увлечения и вот общего такого возбуждения на тему этих новых технологий у огромного количества предпринимателей великое искушение вот засунуть сенсоры во все, что попало. Не разбирает он, зачем это, кому это надо, да, какую проблему они решают. И вот, опять-таки, попытаться встать на точку зрения потребителя, да, попытаться пойти от задачи, да, попытаться найти гвоздь, который мы хотим забить, а потом придумывать молоток, я думаю, что это вот все присутствующие в этом зале хорошо умеют это делать, вы можете как бы поставить себя на эту точку зрения, опять-таки, чего очень многие технории, очень талантливые инженеры, к сожалению, они испытывают сложности с этим. Они считают, что вот если им это нравится, то это, видимо, всем остальным понравится, да. Помните, как у Яндекса была замечательная майка? Я не целевая аудитория. И вот большому количеству инженеров имеет смысл носить такие майки на себе, где я не целевая аудитория. Целевая аудитория может хотеть нечто совершенно принципиально иное. Заключающие ремарки. Если вы когда-либо делали или делаете, или будете делать дизайн для любых физических устройств, которые когда-либо, вы надеетесь, будут произведены на свет, есть понятие design for manufacturing, дизайн для производства. Все ваши дизайнерские решения, они неотъемлемо связаны со стоимостью продукта, со стоимостью компонента внутри этого продукта, и с тем, можно ли будет в конечном счете этот продукт произвести. Вы можете придумать прекрасный дизайн, но он тебе доходит до смешного. Есть, например, некая плоскость устройства, и если ты ее сделаешь условно 5 сантиметров, говорю сейчас от балды, вот зашибись, любая китайская фабрика тебе произведет. Если ты сделаешь этот компонент на полсантиметра длиннее, все, плюс 5 долларов стоимость материалов, и фабрику ты не найдешь. Вам нужно разбираться, здесь я специально привела. Во-первых, есть такая компания, называется Dragon Innovations, и у них есть в интернете опубликованный бесплатный курс с видео, с ссылками, с текстами. Они профессионально занимаются, как бы помогают стартапам организовывать производство. И там есть прям курс design for manufacturing. Вы во всем этом должны разбираться, знать это на зубок. Вы должны понимать, все ваши самые гениальные креативные идеи, их, ну, ваш коллега, там, не знаю, генеральный директор должен суметь произвести за вменяемые деньги во вменяемые сроки. Прекрасная книжка, ну, видимо, там где-то будет выложена презентация, потому что тут плохо видно. Manufacturing processes for design professionals, то есть процессы производства, объясненные для дизайнеров, как бы вот с их точки зрения. И у этого автора есть еще много прекрасных книг в этом плане. И последнее. Есть в этом зале предприниматели, наверняка кто-то подумывает о создании своего проекта, может быть, уже его создает. Замечательная книжка. Качество материалов, которые вы присылаете мне, любым другим инвесторам, оно важно. Качество вашей презентации, качество вашего executive summary, вы, я, ваша целевая аудитория, да, то есть вы совершаете со мной какой-то первый контакт. И если я вижу у вас как бы страшненький сайт, да, или у вас там страшненькая презентация, ну, у меня возникают вопросы. А какие у меня гарантии, что вы, как бы, ну, ко всем остальным дизайн-вопросам в своем продукте не отнесетесь точно так же. Это все. Спасибо большое. Продолжение следует...